Пару недель назад я рассказывал вам, как вручную, безопасно и правильно настроить операционную систему. Но даже при идеально оптимизированной системе, я уверен, многие замечали, что со временем компьютер начинает работать медленнее. У кого-то страницы браузера грузятся дольше, а кто-то перезапускает компьютер вечером, чтобы к утру все загрузилось. Причиной тому, возможно, стала необходимость почистить мусор внутри самой операционной системы Windows. Сегодня я покажу, как почистить компьютер, ускорить его работу, удалить все ненужное. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы точно найдете для себя много полезного. Ну а для тех, кто не обладает достаточным временем на самостоятельную чистку своего компьютера и готов доверить эту работу профессионалам, есть шикарное решение. В зависимости от приобретенной подписки, команда Лиги Мастеров выполнит полный комплекс по оптимизации Windows, почистит от вирусов, удалит весь мусор и многое другое. Все это дистанционно и за более чем доступные цены. Ссылка будет в описании, ну а мы начинаем. Итак, первым делом нажимаю комбинацию клавиш Windows R, прописывая команду %temp%. Откроется та самая папка, в которой скапливаются временные файлы. Они регулярно создаются в процессе работы операционной системы и со временем разрастаются до десятков гигабайт. Большинство из этих файлов удаляются автоматически при завершении операции, но никто не отменял системные сбои и экстренное отключение компьютера, поэтому периодически необходимо избавляться от временных файлов. Выделяю все содержимое комбинации Ctrl A и удаляю. Если во время удаления система выдаст уведомление об ошибке, жму пропустить. Такое происходит из-за того, что некоторые временные файлы используются непосредственно сейчас и удалить их не получится. После этого все закрываю, снова нажимаю комбинацию клавиш Windows R и прописываю просто temp. Точно так же, но уже без знаков процентов. Нажимаю ОК и в этой папке также все выделяю и избавляюсь. После этого я удалю файлы обновления системы. Для этого перехожу в локальный диск C, далее папка Windows, пролистываю ниже и перехожу в папку с именем Software Distribution. Далее папка DovLand. Здесь содержатся файлы обновления системы. Они также могут достигать нескольких гигабайт. У меня уже установлена последняя версия Windows, поэтому смело удаляю. После этого возвращаюсь назад к папке Windows и перехожу в папку под названием Prefetch. В данной папке содержатся данные о всех приложениях, которые когда-либо запускались, включая и те, которые были давно удалены с компьютера. Удалив все содержимое этой папки, я также освобожу значительное количество дискового пространства. А приложения, которыми сейчас пользуюсь, при первом запуске автоматически внесут в эту папку необходимые изменения. На этот момент запуск Windows немного замедлится, зато все последующие загрузки операционной системы будут происходить гораздо быстрее. На текущий момент я уже освободил значительное количество дискового пространства и следующим шагом перейдем к очистке диска. Для этого на рабочем столе в поиске набираю очистка диска и выбираю диск C. Для полной чистки всего выбираю все пункты и очистить системные файлы. Переживать не стоит, важные файлы операционная система удалить не даст. Времени это может занять по-разному, во многом зависит от характеристик компьютера, зато на системном диске ощутимо прибавится свободного места. Итак, после этого будет не лишним проверить, возможно удалить часть точек восстановления. Для этого в поиске необходимо написать создание точки восстановления. В списке убеждаюсь, что напротив диска C в строке защиты был статус включено. Перехожу во вкладку настроить, здесь указано текущее использование защиты диска из всех старых точек восстановления. В моем случае используется аж 13 гигабайт. Цифры у всех могут быть разные в зависимости от времени и интенсивности использования операционной системы. Просто жму удалить, нажимаю продолжить. После этого, если необходима защита системы, то создаем ее заново. Выбираю диапазон в районе 10% и нажимаю применить. Далее я создам новую точку восстановления, жму создать, пишу любое произвольное имя и применяю. Далее перехожу к чистке истории проводника. Для этого необходимо открыть любую папку, выбираю вкладку файл, изменить параметры папки поиска и где конфиденциальность нажимаю очистить. Следующим шагом удаляю весь кэш магазина Windows 10. Для этого перехожу в командную строку, запускаю от имени администратора и в черном окне ввожу команду. После выполненных действий откроется еще одно окно. На первый взгляд может показаться, что ничего не происходит. Необходимо дождаться его закрытия. Это может занять продолжительное время. Необходимо немного подождать до момента, когда откроется магазин Windows. Далее перехожу к очистке DNS кэша, который содержит в себе все IP адреса, когда-либо посещаемых сайт. Это нужно, если некоторые веб-страницы открываются некорректно. Одна из причин подобных сбоев устаревшие данные DNS. Нажимаю комбинацию клавиш Windows R. В открытом окне пишу KMD, в командной строке ввожу команду и нажимаю Enter. После этого должна появиться надпись кэш сопоставителя DNS успешно очищен. После этого я очищу журнал местоположения. Для этого в поиске прописываю очистить журнал местоположений. Пролистываю вниз. И здесь нужно нажать на очистить. В моем случае эта функция выключена и журнал уже очищен. Еще для корректной работы браузера и чтобы веб-страницы открывались должным образом, необходимо периодически вычищать кэш в самом браузере. И сейчас на примере Яндекса я покажу, как это делается. В верхнем правом углу нажимаю на скрытое меню и перехожу во вкладку История. Нажимаю Очистить историю. Временной диапазон ставлю за все время. Куки файлы тоже лучше удалить. Но тут важно помнить, что при их удалении вы автоматически выйдете из всех учетов, которые есть. Поэтому если не помните логины и пароли, куки лучше оставить. Следующим этапом я очищу весь ненужный кэш, который прилетает с обновлениями драйверов на видеокарту. Есть ли карты от Nvidia? В поиске пишем процент, апдата, процент и нажимаем Enter. Перехожу во вкладку Local, прокручиваю вниз, выбираю папку Nvidia, далее папка GLCash. Все удаляю. Возвращаюсь в папку Local, перехожу в папку Temp и удаляю также все содержимое. С видеокартами от AMD все еще проще. Просто переходим в фирменный софт Adrenaline, выбираем домашнюю страницу, настройки и вкладка графика. Далее расширенный раздел и выбираем сброс кэша шейдеров. И заключительным шагом я удалю остатки мюсора уже средствами самой системы. Для этого иду Пуск, далее Параметры, Система, выбираю Память, жду окончания анализа, перехожу во временные файлы, выбираю, что мне на 100% не нужно и избавляюсь. На этом было масштабное уничтожение всей ненужной нечисти завершено. Уверен, эта информация поможет вам значительно ускорить работу Windows и освободить немалое количество дискового пространства. Обязательно напишите в комментариях, сколько гигабайт вам удалось вычасти. Стала ли система быстрее и производительнее? Если вам также хочется сделать систему более производительной, путем отключения всех ненужных служб по типу телеметрии и отслеживания, настроить или отключить ненужные функции, переходите по ссылке в описании на полезный ролик. Спасибо за просмотр, скоро увидимся.